Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и сегодня у меня для вас очень такая радостная новость. Вот знаете, раньше я ванил на арту, я искренне считал то, что она мешает играть, то, что от неё стоялова, одни проблемы и вообще, дескать, без неё было бы лучше. Но, ребята, я очень сильно ошибался, вот серьёзно, вот этот бой, который вы сейчас смотрите, он, ну, он вот открыл мне глаза просто, то есть я понял то, что разработчики действительно были правы, то есть разработчики действительно верно нам говорили, что артиллерия вносит БТР. То есть они обычно как говорили, да, вот, вот, едешь ты на позицию, вот как сейчас я на ИСе восьмом, да, один из моих любимых танков, тут я немножко объезжаю на всякий случай, чтобы меня из центра там какой-нибудь светляк не подсветил, ну, стандартная тема, думаю, многие так делают. И едем мы на правый фланг, потому что, ну, зарезвило меня неудачно, на левый ехать не хочется, всё-таки я попал не в топ и так далее. И, казалось бы, всего одна артиллерия, ну, к сожалению, одна, на самом деле, конечно, было бы лучше, если бы их было хотя бы четыре. Но даже одна артиллерия, ребята, в этот бой прямо сильно принесла БТР и помогла мне зарешать эту катку, ну, вы чуть позже в этом сами увидитесь. Причём вражеская артиллерия, а не наша. Вот, мы проезжаем, и здесь вот нас трое пока что, ну, плюс сзади больше. Тут объект 140, вражеский, я тут чуть не подпёр 54-ку, он там играет через башню, и вот-вот, ребята, видите, начинается стоялого, смотрите, то есть, вот всё, 54-ку подожгли, она испугалась, и, естественно, ну, тут попасть, на самом деле, в 140-го, убить его крайне сложно, когда он играет через башню, то есть, ну, ИС-8 всё-таки не самый точный танк. И выцелить ему башенки или крышу не так-то просто, плюс мне ещё мешает вот этот вот товарищ, ну, всё, 54-ка, ребята, вот она с дуру что-то поехала, её сожгли, всё, она сгорела, видимо, ну, и, по-моему, два раза подряд подожгли. Вот, и всё, ребята, вот мы встали, то есть, как вот классический пример стоялого, ну, тут немного ещё, правда, враг пытается что-то рашить, так, ну, не особо успешно, и, казалось бы, всё, вот, будем мы стоять до конца боя. Вот, главное сейчас я понимаю то, что сзади у меня есть прикрытие, но вперёд выезжать нельзя, меня пробивают покасательно в крышку, но, на самом деле, ему просто повезло очень сильно. Вот, и сейчас я уже худо-бедно нормально задефлюсь, ну, пока враги наступают, то есть, да, вы видите, что мне опять контузили командира, хотя они опять, по-моему, мне его ещё не контузили. Ну, пришлось, придётся его полечить, потому что на этой карте без обзора делать нечего. Вот, естественно, стоялого не потому, что у нас Центурион полчаса ждал, пока, и ИСУ ждали, пока я тут стою, то есть, да, ну, вместо того, чтобы приехать сюда на девятом уровне с хорошим пробитием и помочь сразу, вот, он там очень долго находился, и все ПТшки стоят на респе. Но стоялого не из-за этого, естественно, я понимаю, что ехать вперёд я не могу, никак, да, потому что, ну, меня никто не прикрывает практически, я вижу, что Центурион заедет, но рашить пока нельзя. Вот Центурион, слава богу, сейчас, скажем так, немного поможет, да, действительно, он поехал рашить вперёд, да, то есть, принимает удар на себя, вот, я тут же, естественно, решаю ему помочь, естественно, да, и, вот, его, как ни странно, начинают очень быстро убивать, и тут я получаю от артиллерии просто, находясь за холмом, получаю на 1250 единиц урона, вот, и, естественно, у меня сразу, сразу, ребята, вот, я сразу, даже когда играл, я поймал себя на мысли, что у меня мгновенно появляется желание ехать вперёд дальше, вот, на вот эти ПТ, которые стоят у них на респе, там, видите, да, то есть, я начинаю рашить, смотрите, то есть, я сразу на 54-ку выезжаю, то есть, я пробиваю её в башню, уникальный случай, то есть, будь я с фулл хп, естественно, бы я не поехал, то есть, я бы стоял здесь до конца боя, да, смотрите, и сразу же я проезжаю вперёд, вот, то есть, практически, никакого стоялого, как вы видите, вообще нету, то есть, ну, да, тут я немножко сейчас придержал коней, просто для того, чтобы, ну, наша там, наша Т-34-2 едет вперёд, всё-таки он светит, я хотел просто помочь ему, именно поэтому я остановился, то есть, это единственная причина, да, моя, вот, но я неправильно немного занял позицию, надо было сильнее выезжать, и вот тут вот неудачный такой выстрел, приходится откатывать, конечно, если бы артиллерия сейчас ещё раз мне накинула, я бы, ну, вообще просто прямо вот загорелся бы желанием прорашить дальше, но если бы выжил, конечно, что вряд ли, вот, но сейчас, вот смотрите, я понимаю то, что наши практически все встали, сейчас вы это увидите, ну, то есть, ПТшки сзади стоят, но особо никого нет, и я понимаю то, что именно я, ну, помогаю в плане ИСушки, убивают нашу Т-34-2, и я понимаю, что вот именно для этого мне попала вражеская артиллерия, да, на 1200, чтобы вот я сейчас возглавил раш, именно поэтому, то есть, будь я фуловый, ну, сами, глупое занятие, согласитесь, когда вы фуловый, ну, раз вам хочется ехать вперёд, вам хочется стоять у третьей линии, и понимая то, что, да, меня продамажили на 2-3 хп, если не на 3 четверти, я еду вперёд, смотрите, то есть, просто я начинаю рашить, по мне, по мне стреляют, меня не пробивают, то есть, я тут немножко спрячусь за камушком, ну, это временно, ребят, просто надеюсь, что всё-таки кто-нибудь засветится, да, но сейчас я продолжу своё нелёгкое путешествие, вот наши стоят сзади, по ним арта не попадала, у них нет такого заряда, как у меня, то есть, вы видите, что они все стоят, ну, там вот Сунтрион поначалу прорашивал, но вот что-то не сложилось, и я продолжаю, смотрите, ребят, то есть, я еду просто первым, это всё благодаря выстрелу арты по мне, если бы, говорю ещё раз, я был фуловым, по мне промахиваются 704-ый, я рашу 1 на 2 704-ых, ребята, опять попадает артиллерия, всё, вот в этот момент я понял, что я катку зарешаю, ребята, как бы, ну, вообще сомнения всякие отпали, я просто нажимаю вот 3 раза R и лечу вперёд, ребята, каждый выстрел артиллерий, он просто многократно повышает моё желание прорашивать, обратите внимание, вот эти вот все Сунтурионы и Су, они все просто стоят, то есть, по мне промахиваются, я выезжаю, почему-то не пробиваю 704-ый, понимаю, что у меня перезарядка быстрее, я успею его забрать, ребята, еду вперёд, он ещё в перезаряде, добиваю, и наша артиллерия, естественно, промахивается, да, и, ну, вы просто вот своими глазами, не надо, я вот то, что рассказываю, на самом деле смысла-то в этом нет, то есть, вы сами всё видите, что, ну, реально арта вражеская помогла зарешать катку, то есть, что бы я без неё делал, по мне никто ни одного урона, кроме, там, в командирской башенке, в начале 140-го не нанёс, то есть, да, и, если бы я был всё ещё фуловый, я бы стоял вот вместе вот с этими вот ребятами, то есть, я бы где-то здесь стоял, то есть, но, благодаря тому, что меня, по мне попали, вот, артиллерия уезжает, к сожалению, пока по ней отстреляться я не могу, благодаря этому я возглавил раш, я подсвечивал, то есть, по моему засвету там всех поразбирали, и, ну, я просто зарешил, я считаю то, что это чисто, ну, победа это вообще только моя заслуга, то есть, никто из союзников практически ничего не сделал, ну, ладно, окей, Центурион там немножко помог, скажем так, да, ну, именно в том плане, что он тоже зарешил, правда, по нему арта не попадала, и вот, по моему засвету убивает артиллерию, ребята, ну, вывод напрашивается сам собой, ну, без арты просто никак в этой игре, вы поймите уже это, да, наконец, что, это, это топовый класс, он, он должен, понимаете, он главный в этой игре, ведь, ну, игра называется World of Tanks, правда, не World of Arts пока что, но, понимаете, артиллерия это бог войны в реальной войне, то есть, артиллерия просто, ну, решала, понимаете, в игре она тоже решает, так и должно быть, я подозреваю то, что если бы в этом бою было 5 арту противника, то, ну, я бы просто, наверное, сделал рекорд по дамагу и по опыту, скорее всего, ну, немножко не свезло, поэтому, ребята, думайте головой, прежде чем ругать артоводов и артиллерию, это, ну, это просто смешно выглядит, вы видите, насколько сильно это помогает геймплею, то есть, насколько бодрее становится играть, друзья, поэтому, давайте, еще раз говорю, не несите фигню, я считаю то, что там нерф арты какой-то предвидится в игре, это, ну, это бред просто, ребят, не знаю, как, ну, просто игра во что превратится, если арту порезать, играть станет просто невозможно. На этом все, ребята, спасибо за внимание, всем до скорого, всем пока!